Всем привет! Вы опять слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю свою первую игру в полную версию шестой Цивы на последнем уровне сложности за Россию. В прошлой серии я планировал уже сдаваться и планировал показать, как меня захватят, но оказалось, что компьютер фигово воюет. Это вообще в духе искусственного интеллекта в Циве, и я юнитами первой эры, лучниками, собственно, смог отбиться от мечников и рыцарей бразильских. И вот сейчас планирую, собственно, брать Астрахань через некоторое время, а потом, наверное, и нападать на все остальные. Тем не менее, что-то я сомневаюсь, что я смогу выиграть, конечно, здесь, потому что все-таки слишком большие бонусы у компьютера, и в итоге он когда-нибудь довыйдет в такой... Ну, у него будут какие-нибудь такие юниты, от которых я уже не смогу отбиться. Поэтому это вопрос времени, как мне кажется, просто. Так что, ну, я постараюсь как можно дольше тут посопротивляться, и самому интересно, насколько он умен. Пока я вижу здесь, что воевать, опять же, компьютер не умеет, и единственное, что он делает, чтобы меня напрячь... О, ваш народ ленив и бесполезен, говорит мне. Скифы, слава богу, на меня еще скифы не могут напасть, потому что просто тупо им неудобно. Единственное, что он делает, он берет всех моих соседей против меня, ополчение такое. О, смотрите, тут мечники идут на помощь Астрахани. Так, куда нам... А, еще идет ход. Куда нам, Таран, открыто достижение... Здесь нет театр, а люди в нем актеры. А, достижение открываю. У меня вот банковские инвестиции, какое-то новое достижение открылось. Сменить великих писателей вход. Пока не буду. Пока у меня идет тут на войну. Плюс 50 производства дальнего боя, плюс 100 производства кавалерии. Потом производство в городах, и еще очки великого полководца. Основан торговый пост в Казани. В Санкт-Петербурге основан. То есть тут бегал караван из Казани в Санкт-Петербург. И прекратил бегать. Но я пока их все равно отправлю еще раз. В Эфес еще есть возможность. Но почему-то не в Нанмадол. Ну, вот эта клетка не открыта, поэтому нельзя отправить. Блин, тут варвары не в тему прибежали, конечно. Наверное, Астрахань продолжать обстреливать. Отойдем лечиться. Так, здесь отойдем тоже от варваров. А этого рабочего на какао. А, тут там уже бежит какао. Так, стоп. Какие у нас еще ресурсы? Так, давайте оленей обработаем. Теология. Два кампуса. Исследуйте строительство. Блин, я не смог открыть. Не смог религию основать. Так все быстро они там уже все устроили. Рынок, древние стены. Поселенец. Я в два города играю. Может мне построить поселенцы? Все-таки здесь город поставить, как я хотел давно. Давайте поселенцы сделаем. Так, почему у меня в Казани минус два идет? Нормально. Так. Пока постоим. Он в Астрахани успел уже стены построить там. В моей Астрахани. Еще какой-то вот район, кстати, строит. Ну, сейчас он какой-то меня юнит убьет, я думаю. У него четыре мечника прутся. Не вижу причин, почему бы ему не убить мне какой-нибудь юнит. Больше ж нечего бразильцу делать. Ему не надо развиваться, ничего. У него нету соседей, нету других. Ну, и почему ничего не произошло? Добежал плантацию сделать. Извините. Больше нечем бразильцу заняться, только вот на меня нападать. Грек уже давно понял, бесперспективняк. Бесперспективняк. Сейчас какой-то вот из этих, я думаю... Не, наверное, вот эта колесница умрет. А, нет. Ну что? А, еще ход идет. Так. Вар эти таран не атакуют, он просто совместно, типа, действует, да? Минус 17, эффективность против укрепления. Но... Катапульта еще не открыта. Может, пока мечников пообстреливать? Слышите, там на фоне шариков играет. На балалайке. Так, давайте-ка разъединим. Походу таран работает только вот, например, тяжелая колесница. Урон 40, да? Нет, 28. 28 базовая мощь. А если соединим с тараном? Похер. То же самое. Но он же как-то действует. Он, походу, действует на эти вот три ближайшие. 28, а это... Все равно 28. Что я вообще не вижу разницы? Честно говоря, что с тараном, что без. Так, давайте глянем в цивилопедии. Надо разбираться. Юниты. Наземные боевые. Поддержка. Таран. Юнит поддержки древнего. Когда находится рядом с городом, юниты ближнего боя наносят полный урон стенам при атаке. Понятно. То есть, мне его надо было подвести... Ну, я просто раньше не мог его построить. То есть, он работает именно против стен. Стены мы сейчас уже сняли. Мы полностью сняли стены. Так что, смысл, что он тут есть, что его нету. Особо никакого. Поэтому давайте просто город проатакуем. Следующим ходом его возьмем, видимо. Так, строитель. И мечник. Ну что, уже пройти невозможно. Так, давайте-ка проснемся. А, блин, почему я не могу пройти мечником сюда? Или поменять местами их? Хрень какая-то. Все, так я могу пройти, да? Блин, ну придется этого лучника, видимо, потерять. Не знаю, потому что он второго уровня. Сейчас, видимо, его будут обстреливать. Так. Отпускай. Генназин ход до уменьшения. Во. Так, пускай будет. Ну, блин, уже арбалеты, смотрите. Уже арбалеты. А я еще лучниками воюю. И никаких... Никакой науки нету даже на этом. Потому что мне не дает никто развиваться. Так, что произошло. Ваше обещание выполнено. Ну, обещал с кифом к ним не селиться. Только вот ко мне никто обещания не выполняет. Мне войну объявляют внезапно. Так, ну давайте смотреть тут. Что-то бразилиец ничего не сделал вообще. Блин, 38 защиты стало. Не, ну по идее должен взять. Так, чувак, ты мир со мной не хочешь заключить? Чмо ты бразильская. Не можешь принять условия. Да ты, блин, вармонгер. Не может он мои условия принять. Так, этот лечится. Этот лечится. Подбегает. Так, мечник. Надо бы как-то уже и о развитии подумать. Нет, давайте-ка строители. Так, а здесь древние стены. Как вот он сюда пробрался? Хрень какая-то. Сейчас разграбит мне тут оленей-то. Ну, по развитию, конечно, тут все очень плохо. Это понятно. Хотя, 6. Понимаете, если вот бразилица с меня отстанет, если они прикрытят на меня все нападать по очереди, почему-то... Арбалеты подвел. Открыт. У меня сейчас открылось достижение. Все просто великолепно. Под названием. Да все мне зашибись вообще. Так, норм, блин. Оленей-то вроде неплохо так коцается. Отлично. Да и мечник вроде нечеток. Так, этот пустой лечится. Что тут у нас? Ферма, ферма, ферма предлагают. Ну, ладно. Так. Да, он, собственно, где мне компьютер предлагает, там и поставлю. Вон какие-то арбалеты идут бразильские. Так, блин, как мне тут... Проще перебраться на тот берег. Так, поселу построил амбар. Плюс одна пища, древние стены. Ну, это монумент. Так, и здесь пока на еду. Я даже не могу, видите, воспользоваться бонусом России, потому что не могу отправить караваны к соседям. Потому что соседи, блин, со мной воюют. Хрень какая-то. Кстати, смотрите, а стены же остались у Астрахани, нет? Они разрушены. Так их починить можно? Или я сейчас строю стены? Там же при захвате городов раньше... Во всяком случае, в пресс-версии что-то чинилось просто. Сейчас я их строю. Блин, эти арбалеты. Так, я, пожалуй, лучше коня убью. Или я рабочего знаю, рабочего захочу. Вы извлекаете опыт еще из своих ошибок. Да, блин. Я молодец. Так. Этот арбалет должен быть уничтожен. А эти пока постоят. Против укрепленных защитников. Давайте. Как полечиться. Тоже постоим. Ну, этому... Этой колеснице, к сожалению, гамовер. Что-то варвара не разрушает мне... Ничего. Может, он стремится к... Каравану моему? А, нет, разрушил. Ну, восстанавливается ход. Не тратится, слава богу. Так. О, апгрейд есть. Ну что, тут атака захлебнулась тоже у ребят. Монумент починка и амбар починка. Давайте-ка мы их починим по-быстрому. Потом приступим к строительству стен. Так. Что я здесь построил рабочего? Один ход до катапульты, да? Давайте тогда мечника. Или торговца лучше. Давайте торговца два хода. Объединим. Вместе пускай... Перебираются на тот берег. Да, у этого повышение есть. Ну, я сначала варвара убью. Так. Три города, да? Сейчас я еще четвертый поставлю. В принципе, в Санкт-Петербурге... Так. А вот тут что требуется? Редкий ресурс нефрит. Давайте, наверное, нефрит обработаем. Так. Давай. Вот я замечаю, что в шестой циве Нету особо Такого вот сильного Все-таки превосходства юнитов Следующей эпохи Нету ощущения, что они прям сносят В лед, я не знаю, может я Но это пока просто против компьютера Против компьютера реально такое ощущение Что вот он, блин, там На две эры впереди Но тем не менее, почему-то Я могу с ним Против него сопротивляться Он еще отступает, как вы видите Опять? Блин Зачем я каждый раз сообщать, что я извлекаю опыт из своих ошибок Опыт Сын ошибок трудных И гений парадоксов Ну что, убью? Нет, не убью В защиту встанем Так, тут ап В другой раз Так, я открыла к ведуке и катапульту Что теперь? Пошли создайте трех лучников А, создал я трех лучников Пошли в арбалеты Так Починили Монумент Теперь чиним Амбар Так, лучников надо поберечь Я их апну в арбалеты Правильно? Правильно Так, этот у нас лечится И будем брать зензибар Этот лечится Этот обрабатывает нефрит Так Так, а зензибар Вроде со стенами, да? Надо под них Не подставляться Особо Так 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 Тяжелая колесница Следующий ход Да, ну О, апостол греческий Наконец-то Хоть какую-то веру получу Бесполезный пантеон В итоге взял Бесполезно построил Свой уникальный Ну как, не бесполезный Я сейчас Пораспространяю себя Религию, наверное Вот что там у грека, кстати Какая у него Даосизм Давайте глянем Что тут даосизм делает Позволяет покупать Кампусы Театральной площади За веру Позволяет строить Домособрания Ну, кстати Вполне Вполне Единственное Не очень понятно Что из них Верование Основателя А что Не основателя Ну, ладно Это потом уже выясним Поврежденных Юнитов Так Расчистим Тут лес В Санкт-Петербурге Торговец готов Центр коммерции В Астрахани Древние стены Военный лагерь Древние стены Так Мне надо Семь ходов До арбалетов Потерпеть Можно будет атаковать Пользуйтесь Двагис Для выбора товаров И услуг Аптеки Магазины Маршруты И другая Детальная информация О городе Подробнее На сайте Двагис Двагис Если быть точным Ступ на повышение Ступ на повышение И убиваем Отличненько Так Мне уже рекомендуют Тут ставить Чем лучше поставить Тут Чем тут Тут Раз Два Три Четыре Пять Раз Два Три Четыре Пять Шесть Я вообще-то Вот тут Хочу поставить Честно говоря Так В Казани Амбар Ну древние стены Тут не нужны По-моему Так Мне рекомендуют Театральную Площадь В принципе Наверное Я соглашусь Даже Давайте Вот тут Построим Потому что Нужна культура У меня как-то Медленно Все открывается Так И этот Караван Из Астрахани В Санкт-Петербург Смотрите Вот я В Эфес Отправлю Буду Восемь культур Получать И Три Науки При том Что у меня Культуры Всего лишь Двенадцать Так Может мне В Эфес Отправить Давайте В Эфес Продолжаем Воевать Юнитами На эпоху Хуже С Бразилией Я думаю Надо Занзибар Брать Есть у меня Такое Такое Чувствишко Заодно Посмотрим Можно ли Освобождать Города Государства Правильно Ну вот Убили Кого мне там Убили Тяжелую Колесницу Если хлеб Первая Потребность Жизни То Развлечение Вторая Пока Не буду Менять Политический Курс Так Лучника Уже Третья Использует Зону Контроля Плюс Десять Боевой Мощи В обороне Против Городских Атак Непонятно Что значит Использует Зону Контроля Но Это Больше Нравится Против Городских Атак Э Что За Рыцарь Не в Тему Бразилец Ну Слушай Чувак Ну Почему Ты Мир Не Хочешь Тварина Бразильская Оборонительная Танк Тактика Давайте Военную Подготовка Так Нефрит Я тут Обработал Стены Может Вырубить Лес Тогда Ради Стен Нефрит Нефрит Так. 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 Так, все равно я лавру хочу, блин, ну надо сначала от овец избавиться. Ладно. Что у нас тут пока на еду стоит? В принципе еще до двух можно вырасти. Так, мне волнует, главное, чтобы мне этот, сейчас не убили поселенца тут, чтобы я город мог посолить. О, да, Сизм. Отлично. Блин, сейчас ретель, наверное, может караван разграбить. Хочет заключить мир, я ему даю, точнее он мне дает лошадь, 43 золота и заключить мир. Что-то мне уже расхотелось с ним мир закрыть. Я их сейчас в город поставлю и буду напрягать его, хочу Занзибара отбить вообще. Нет, я не буду политический курс менять. Да, где там, кстати, полководец? Как скоро он появится? Не очень скоро. Так, оборонительная тактика. У меня вон скоро арбалеты через два хода. Так, что у нас тут? Занзибар в обороне, да? Да, но у нас тут вот рыцарь пробрался в закрома. Так, да, Сизм распространен в Астрахани. Что-нибудь я могу купить за веру теперь? Все еще ничего. Все ничего. Интересно, когда город на реке стоит, оказывается, перемещение через реку не тратит ничего Атаковать, не атаковать Вот так, чтобы арбалет просто не мог меня обстрелять Соликамск Соли тут будут всякие Что-то двумя, я помню, пришел Астрахань, обратил и свалил куда-то Какая-то хрень Кстати, лошади, могу начать лошадей обрабатывать Хатуса Будет вдохновление для теологии Вернемся тут в Соликамск Постоим О, тут окружение идет Ага, вот Астрахань может обстреливать Еще хочу напомнить, что продолжается набор в корпоративный университет Алабуга Там на работу требуются стратегии Да-да, такие люди, как вы, которые играют в стратегии и любят стратегии За подробностями отправляю вас к моему видео, которое вы сейчас видите внизу посередине Просто кликните на него и вас перенесет к видео Либо перейдите на главную страницу моего канала Там видео о наборе в корпоративный университет в самом верху Блин, я не убил А вот этого не хочется оставлять, я боюсь, что убьют Лучше отведу Пускай они мечника Я просто хочу уже следующим ходом апнуть в арбалеты Ладно, тут дороговато, по-моему, ап стоит Так, амфитеатр Так, веду к рынок Давайте, наверное, рынок Отправить посла Ну, в Хатусу О, даже два посла у меня тут есть Странно, что тут еще не все города-государства захвачены Вызвать вдохновение для теологии А что для этого надо? Посмотрите, где бразилец уже по развитию Ну, по науке По науке Потому что теология может Да, теология тут в культуре Ну, естественно, грек по культуре впереди Где теология? Морская третий, феодализм, госслужба, гильдии Может, божественное право считается у нас Теологией Постройте два храма Мне что-то кажется, что это божественное право, кстати Тоже офигенные Теология Открывает медресе Ставкирка Храм Писание Так Храм У меня же уже открыт То есть я теологию, видимо, все-таки уже открыл Трудовая повинность Военная Мистицизм Игры, развлечения Драма и поэзия Да, теология Четыре хода Создайте религию Хрен, я создам религию У меня уже Пророки Недоступны Все люди Этого типа Уже получены Класс Ты играй на последнем уровне Сложности Давай еще Скифы мне объявите войну Там, кстати, с Кифа, по-моему, с Францией воюют Они Мир не заключали вроде Убили кого-то Мечника убили Я представляю себе мир, как одну большую машину Так, ну, во-первых, надо глянуть, сколько будет апнуть в арбалеты 135, блин, я только вообще одного могу апнуть Класс Блин, надо будет поменять следующим ходом Где-то деньги надо брать Блин, severely Ужый Блин, не Ага Ужый Блин,bes Ага все мечника нет даже два юнита потерял а ну да здесь рыцаря убил верховая езда математика мореходство наверно верховую езду в астрахани ничего не могу покупать несмотря на то что он опять как конь ну вот почему главное где-то здесь лагерь варваров но конь бежит не к скифу а ко мне честно нет не честно конечно торговая республика в греции в стиле греции в принципе все норм давай бразилицу устроишь мне тут вот этот не рыцарь очень не нравится очень не красивый что стоит будет стоять тут обороны страны гораздо важнее чем богатство так обороне и к дальнобойности давайте сменим посмотрим что то есть во первых война плюс 100 при преоборонительной то есть и но арбалеты же уже не это не древнего мира и античности правда двоевые топы сто процентов содержание юнитов уменьшается давайте содержание юнитов уменьшается и плюс 6 к обороне и к дальнобойной атаки города дальше экономика плюс 2 золота от всех торговых путей нет тут производство надо оставить тут я пожалуй оставлю производство подтвердить но плюс 11 стало так намного веселее блин суровый он бьет отлично подходим к зензибару так тут пока постоим не знаю что в этот рыцарь хочет и откроем 6 ферм так и не создал морская традиция 2 кампуса все плохо с развитием конечно плюс 50 производства средневековье возрождение давайте феодализм блин этот варвар тут сволочь увеличено количество торговых путей так арбалеты я буду апать из лучников поэтому я буду строить не арбалеты а мечников катапульт построить чтобы зензибар проще брался что тут белем тоже бразильский город но я хочу зензибар взять вот реально на последнем уровне сложности у компьютера юниты то есть он вообще по моему первый по технологиям вот бразилец в данной игре насколько я смогу захватить его города сейчас проведенный седле не может считаться потерянным часом согласен я правда не скакаю на на лошадках но согласен так по обстреливаем очень слабенько арбалеты снимают конечно так вот тут теперь можно уже и лавру будет построить так ну что попробуем проатаковать рыцаря так 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 Опасаюсь я лучников подставлять. Минус 3. Арбалет минус 8 снял, а просто лучник минус 3. Да. Блин, ну этот варвар, но это... Это трындец. Так, что у нас тут в Астрахани? Лимит жилья. Пускай на производство все идет. Почему он только в Астрахани? Грек мне... А, вот Соликамск. Вру. Еще в Соликамск принес веру. Так, скифы ходят. И давай, бразилец, жги. Женева вынуждена объявить войну с Кифией. Торговый путь разграблен. Ой, блин. Ой, блин. Блин, зря отходил Я не заметил, что тут лес Просто, видите, не смог бы сейчас нормально Этого лучника подвести Видите, тут Занзибар уже что построил Священное место, шахт Неплохо так Опять производство Занзибар-то хороший город Нужно ли мне еще одна катапульта? Давайте Один ход, давайте построим Я, знаете, я еще Тут играю Мысля категориями сетевой игры Против живого человека Что он, типа, вот Так развелся Тут надо же еще не забывать, что Вот эти компьютерные игроки Они могут начать тормозить в каком-то месте В плане развития Они начнут То есть они развиваются не по самому лучшему Пути А так, как им там Заложено в мозги где-то И этот путь может быть Не обязательно правильным Он даже сказал, что он вообще может быть неправильным Так, я, пожалуй, лучше По нему бью Ну, чтобы опыт получить Так, в Питере Давайте Давайте-ка Торговцам Потом еще одного рабочего Так, в Астрахани я сейчас рабочего построил Да Давайте лавру Вот тут, где я хотел Правда, не знаю На хрена я коплю религию Без веры Э, без Тичем, веру Зачем я коплю Без религии Но Пока других У меня вариантов Нету Особо Так, амбар Через 12 ходов Ну, давайте Тоже тогда Торговца Построим Поменяем Местами Разлочим Вот так Так Так, чудо Потало Дворец потало Кто-то построил Фиг знает, что это Фиг знает, где Я Занзибар возьму Это просто Вопрос принципа Ты, бразилец, на меня напал Ты и Что теперь мне предлагает 8 за 30 ходов Нет Я Занзибар возьму Чувак До свидос Я, честно говоря Не понимаю Как таран работает Я не вижу Разницы Что я тараном Атакую Что не тараном Ух ты 16 науки Получил Неплохо Так Неплохо Что я тараном Так, что Астрахань обрабатывает? Вот тут можно лесопилку построить. Тут можно... Так, давайте лесопилку построим. Ну что? В принципе, он может рыцарем какой-то этот юнит вообще сейчас... Наверное, вот этого... Как его? Колесницу. Или он будет сидеть в городе просто. Так, вот этот звук, по-моему, означает, что где-то найден лагерь варваров. Но я его не вижу. Так, обстреливают катапульту мою. Ученика воспитать нелегко. Стены сняты. Так. 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 Блин, надо было катапульту подвести. Давайте мореходство дооткрываем уже. Так, тут я торговца построил. Например, болельщик, два хода. Ой, шесть ходов строится. Это очень долго. Очень долго. Феодализм через три хода открыть, тогда я смогу взять, чтобы быстрее эти все дела строились. Поэтому давайте мечника. Так, а тут из Соликамска отправим. Из Соликамска отправим в Санкт-Петербург. Ладно, пропустим тут ход. Пускай лечится. Соликамск, Санкт-Петербург, Кастров. И давайте посмотрим по счету. 115, 200. Я должен быть, наверное, на последнем месте. Ну да. Хотя нет, смотрите, тут 130. Ну я на последнем месте, но вот какие-то две, в принципе... По науке далеко бразилец впереди. По социальным политикам я ищу дальше. Но мне надо посылать караваны, на самом деле, в чужие города. Я просто хочу захватить Занзибар, помириться... с бразильцем. Блин, еще плюс четыре силы имеют за уровень сложности. Прикиньте. Через десять ходов, типа, в Казани умрет житель. Ну, кто там ходит-то? Ага, вот бразилец походил. Рыцарь выбежал в болото. Мне не противна жизнь на суше, но... С тремя. Ну вот для рыцарей надо бы, конечно, открыть... Я феодолизм скоро открою через два хода. Отлично, у меня ускорится, и я рыцарей намного быстрее сделаю. Так, я мечника... Слушайте, ну вот они не исправили. Разве я сейчас торговца тут строил? А торговца построил прошлым ходом. А что вот сейчас я тут строил? Мечника, вот он. Почему мне не пишут, что я мечника завершил, а пишут, что я завершил торговца? Может, это, кстати, глюк локализации? Может, это, кстати, глюк локализации? Зачем-то 16 веры. Ну, как-то катапульта так себе наносит урон. Так, арбалеты. Слушайте, может, действительно, мир заключить уже с бразильцем? Что-то как-то Занзибар не особо берется. Промышленная зона требуется 7 и выше. Население. Ну, давайте строителей. Посла все еще в Хатусу отправляем. Что он, кстати, дает нам уже две науки в каждом кампусе, а у меня ни одного кампуса нету. Так, тут надо... Давайте глянем, что он нам даст. 39 золота в ход на 30 ходов. Я считаю, что надо принимать сделку. И заняться развитием, наконец-то. Так, давайте тут тогда отменим строительство мечников. Тут рынок построим. Вообще, может, где город еще основать, в сторону Грека. Последнее, собственно, место осталось. Так, Лавра, рабочий рынок, монумент. Вообще, перекинем армию в сторону Грека. Еще он начнет со мной воевать, как всегда. Так, могу в Занзибар отправить, в Белем. Из Соликамска уже бегает. Вообще, до Рио-де-Жанейро просмотреть. Вот в Занзибар. Пять науки будет, три культуры. Давайте отправим. Только, наверное, из Санкт-Петербурга. Вот, смотрите, из Казания. Два, три, пять, три, два. Запомнили. Сейчас в начале следующего хода глянем, сколько бы... Вообще, мне бы еще других ребят найти на этой планете. Греция объявляет войну Аравии. Тут Аравия есть. Тут есть Аравия. Очередное чудо построено. Колизей. Ну, я... Вот сейчас начнется ход, я закончу на этом видео. Просто только посмотрим, сколько будет этот караван в Занзибар из Санкт-Петербурга отправляться. Вот так уже серию можно заканчивать. Слушайте, ну столько же. Два, три, пять, три, два. Походу, вообще не зависит, из какого города. Главное, в какой отправлять. Вот и все. Ну, отправим в Занзибар. Все-таки четверть науки я буду получать, согласитесь. Четверть науки. Так, лечимся. Отступаем. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Побегаем. О! Японцев встретили. Большая честь. Давай обменяемся. Информация о столицах. Джакарта. Под влиянием четырех цивилизаций. Причимся. Торговый путь разграблен. Это какой же? Греции, что ли, блин? Плохо. Пошли смотреть, что там за фигня произошла. Так, ну все. На этом пока все. Вторая серия закончена. Оказалось, не так все-таки страшен компьютер на уровне божество, как показалось в начале, когда он пришел меня завоевывать. Воевать все-таки не умеют. Все еще до сих пор. Пишите в комментариях, нужно ли вам продолжение. Интересно ли вам смотреть вот в таком формате против компьютера. Сетевая игра, естественно, будет тоже. Обязательно попробуем. На этом все. Пользуйтесь Двагис. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok